30 июля в Турции завершились 23-е летние сурдлимпийские игры, где честь нашей страны в составе сборной команды защищали 5 омских спортсменов. Ранним утром 1 августа с заслуженными наградами на свою малую родину вернулись легкой атлетки Алена Филюшкина и Светлана Безякина. В последний день соревнований бегунья Алена Филюшкина в составе российской команды стала победительницей в эстафете 4 по 100 метров. Наши спортсменки преодолели дистанцию со временем 47,05 секунды, установив мировой рекорд. Борьба была очень сложная, соперников было много, но меня очень сильно поддерживал тренер, она придавала уверенности, я поверила в себя. Было очень сложно морально, потому что это была моя первая Олимпиада и в целом такие крупные соревнования. Когда приехала туда и увидела очень сильных соперников, конечно, пришлось преодолевать себя и страх, были даже слезы. Но благодаря горячей поддержке всех у нас получилось победить. Если учесть, что мы только зимой, где-то в марте узнали, что мы в составе сборной России, буквально попали на последнем старте. Если учесть, что подготовка прошла интенсивно весной и уже летний период, с такой ответственностью надо было справиться. И, конечно, это удачный старт. Это победа и золотая медаль – это удачный старт. Какие были лучшие в первый момент после победы? Их не было. Они все были отданы за те 10 соревновательных дней. У меня уже в момент, когда они выиграли эстафету, была уверенность, что так и должно быть. Оттолкательница ядра Светлана Безякина сумела отправить свой снаряд на 14 метров и 52 сантиметра. Это был второй результат дня. Толкнуть ядро дальше сумела только легкоатлетка из Словакии Ивана Кристофикова, являющаяся действующей рекордсменкой мира и сурдлимпийских игр в этом виде программы. Психологически было очень сложно на соревнованиях, потому что там собираются сильнейшие спортсмены. Я немного растерялась в какой-то момент и упустила шанс победить. Сначала очень расстроилась. Но мой девиз – никогда не сдаваться, поэтому буду радоваться этой награде и стремиться выше. Кстати, Светлану дома ждала еще одна важная награда. Ее молодой человек встретил ее в аэропорту предложением руки и сердца. Стоит отметить, что сборная нашей страны по итогам игр одержала более чем убедительную победу в медальном зачете. По общему количеству наград россияне опережают ближайших преследователей в два раза. И четыре медали принесены в копилку о мечами.